Сегодня второй день нашего строительства на данном участке. Первый день мы размечали котлован, вырывали котлован, плодородный слой, дали отметку. Сегодня уже второй день поменяли на экскаваторе, вместо ковша установили бурильную установку. Сегодня бурим сваи от уровня котлована в глубину метр шестьдесят. И диаметром двести пятьдесят миллиметров. В качестве оголовков используем вот такие вот оцинкованные воздуховодные трубы. Также диаметром двести пятьдесят миллиметров, в длину один метр. Так как у нас на участке, на пятне, еще будет щебневая подушка 15 сантиметров. Потом будет 10 сантиметров бетонной подготовки. А также сама свая должна быть в теле бетона еще как минимум пять сантиметров. Поэтому надо нам выдержать такую цилиндрическую форму на высоту от уровня котлована 30 сантиметров. Другими способами это, конечно, можно сделать. Это не скажу, что дешевый или экономичный вариант. Это качественный и, наверное, средний вариант применения трубы в качестве сваи. Так как некоторые люди делают, например, из рубероида как минимум на одну цилиндрическую форму уходит один погонный метр рубероида стоимостью примерно 60-80 рублей. Далее используют обычную гидроизоляционную рулонную гидроизоляцию. То есть на ткани желательно так, как на пленке она рвется также. Это где-то рублей 150-160 рублей выходит за погонный метр. А здесь у нас труба, как бы оптимальный вариант. Пластиковая еще дороже, а эта дешевле. За погонный метр у нас выходит 400-450 рублей в зависимости от количества. Одну штуку взять, конечно, 450 рублей будет. Если брать там 50 штук, то уже, конечно же, за 400 можно хоть в любом торговой точке договориться. Она продается у нас, вот, можно увидеть, по 3 метра в длину. На участке она пилится болгаркой элементарно, легко и просто. После бурения вставляется в лунку и стреляется нивелиром в одну горизонтальную плоскость. А также давайте сейчас посмотрим, какие нюансы при ходе работ могут произойти. Ну и, соответственно, их надо, как бы, устранять. Вот, бурю мы, значит, техникой. Периодически надо намачивать водой, так как в глину бурит тяжело. А при намачивании она легко заходит в грунт. Значит, у нас по грунту здесь, вчера у меня в комментариях спрашивали, какие у вас грунты. У нас здесь 30-40 сантиметров, это плодородного слоя, дальше идет суглинок. В начале мягкопластичный суглинок сантиметров, где-то 30, а дальше уже тугопластичный суглинок. Ну, глина, грубо говоря, да, вот в таком формате. Чистая глина. Почему мы используем здесь сваймера Сверкова, это бы рассказывать в других видеороликах. Потому что это пока неуместно. В начале строительства говорить об этом надо в конце, в результате сравнивать смысл, идею применения. Так что вот так вот. Еще какие нюансы. При бурении, при бурении, происходят вот такие заусенцы. И днище также неровное, к насыпью получается. Этот вариант мы устраняем вот таким вот способом. Делаем вот такое оборудование, сручного происхождения, скажем так. Вот, одевается в диаметре она 20 сантиметров, одевается. И все эти заусенцы снимаются, а также днище трамбуется. Это понятно, что при усадке дома она еще опустится ниже. Но как минимум все равно надо днище уплотнять и сделать одну плоскость. Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Замеряем Как видите, пробурили все 60 свай Начали мы в 9 часов утра Сейчас без 15,5 свай одна осталась Итоги, вот считайте, без 15,5 С 9 до 5 прогурили 60 свай В целом, работа прошла успешно Чего требовалось и ожидать Значит, ждем завтрашнего дня И завтра уже будем вязать арматуру Возить щебень, песок Так как там в один угол остался немного чернозема Его выроем Песок положим На него щебень Немного приподнимем Так как щебень дорогой удовольствии Чтобы его использовать Сантиметров 30-40 Завтра привезут еще у нас арматуру Как обещали Щебень, песок Ну и дальше будем снимать Ну а на сегодня Вот на этом этапе мы заканчиваем Второй день нашей стройки Кому понравилось, ставьте лайки Кому нет, пишите комментарии сразу Чтобы мне понятно было, да? Скажем так, я буду очень вам благодарен А, кстати, с вашего позволения Цены и товар Вот этот металлический товар Будет в описании Можете осмотреть цены Диаметры там разные есть Ссылку оставлю в описании Так что Вот на этой ноте заканчиваем На сегодняшний день До следующего выпуска Кстати, обязательно подпишитесь, пожалуйста Потому что К Новому году Я хочу набрать 100 тысяч подписчиков Так что Подпишитесь, поделитесь Будет очень мне приятно Будем разыгрывать конкурс В честь этого Какой-нибудь хороший Профессиональный инструмент Разыграем Среди подписчиков там Все, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok